Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Ракицкий. Мне любезно поручили вести вот это шоу. Я не шоумен, поэтому извините за возможные ошибки. Мы постараемся сделать все, что можем, чтобы вас увлечь, чтобы вы стали адептами наших групп. Несколько слов. Мы собрались для того, чтобы продемонстрировать вам некоторые возможности и элементы японского боевого искусства, которое известно под названием Сюорензи Кэм. Сюорензи Кэм – это боевое искусство, которое родилось в 1947 году в Японии. Основателем нашей школы стал выдающийся мастер боевых искусств Тодоси. Обычно, когда смотрят на нас вот в такой одежде, нас путают с каратэ или некоторыми иными видами боевых искусств в Японии. Это не так. Мы занимаемся Сюорензи Кэмпом, и это не является разновидностью каратэ. Это совершенно иная, совершенно отдельно развивающаяся школа. Почему мы отличаемся? Потому что в основе Сюорензи Кэмпа вместе собрались такие информационные пласты, как элементы боевых искусств Индии, Китая, Японии, даже современного бокса и некоторых иных тетинобор. Школа декларирует себя как продолжатель традиций, именно традиций знаменитого китайского шаолиньского монастыря. И этот монастырь, как вы знаете, во всем мире почитается как колыбель боевых искусств Востока. Сегодня школа развивается в рамках всемирной организации Сюорензи Кэмпа, включает в себя более 40 стран, и в том числе Российскую Федерацию. Мы и сборная команда России занимают высокий рейтинг в международной классификации Сюорензи Кэмпа. И как доказательство этому могу сказать, что в архиве нашей сборной и всей нашей школы более 50 медалей всех уровней, начиная от побед на чемпионатах мира, Европы и России, в Японии, в Монако, в Испании, в Португалии, в Соединенных Штатах Америки, в Швеции и других странах, где нам доводилось выступать и представлять Российскую школу японского боевого искусства Сюорензи Кэмпа. То есть мы занимаем определенную нишу, этим гордимся, и сегодня готовы вам показать несколько слов и показать на практике, кто такое Сюорензи Кэмп. Сейчас я бы хотел предоставить слово президенту Федерации Сюорензи Кэмпа России Александру Сафрону. Дорогие друзья, рад вас приветствовать. Я, как и большинство, кто здесь находится, работаю в РЖД. Благодаря сотрудничеству с клубом «Локомотив» у нас развивается Сюорензи Кэмп в Центральной Дирекции Снабжения. Собственно говоря, в нашей Дирекции Снабжения есть чемпионы Европы. Поэтому я от души вас всех приглашаю на занятия в физкультурный клуб «Локомотив». Ну и, конечно же, в наши группы. Я думаю, это здорово, потому что это дает хороший заряд бодрости, крепкое тело, неформальное общение, массу положительных эмоций. Приходите, вы не пожалеете. Ну, я думаю, что будет интересно. Передаю слово Алексею Дмитриевичу Ракистскому. Извините. Хотел бы представить, да, почему Алексей Дмитриевич. Алексей Дмитриевич – это основоположник Сюорензи Кэмпа в России. Первая группа Сюорензи Кэмпа была образована 31 год назад в Владивостоке. Собственно говоря, там и началось развитие российского Сюорензи Кэмпа. Ну, за это время мы, конечно, уже сильно разрослись. Много чего случилось интересного. И много еще, что предстоит впереди. Передаю слово. Спасибо большое. Итак, нашу демонстрацию мы начнем с того, что в боевых искусствах Японии называется основа – кихон. И для этого я приглашаю группу ребят занять свои позиции. Для чего мы изучаем базовую практику кихон? Это отдельные элементы, которые мы потом можем сложить в свободное исполнение и применять их в той или иной ситуации. То есть, как мы учимся сначала писать палочки, потом кружочки, потом превращать это в какие-то буквы и слова. Так мы идем по ступенькам развития и изучения Сюорензи Кэмпа. Постепенно от базовых практик. Мы соединили несколько техник воедино. И это техники – уау ке гири, кучу ке цуки, арау ке джун гири, штау ке гири. Поддержим и поаплодируем ребят за этот маленький фрагмент. В Тюорензи Кэмпа мы изучаем три основных раздела. Первый раздел называется «Бухо». Это так называемая жесткая техника. Это тот раздел, где мы практикуем удары руками, ногами и, возможно, уходы, финты и тому подобные вещи. Второй раздел называется «Дзюхо». Он, если дословно перевести, переводится как «мягкая техника». Но она совсем не очень мягкая. И часто мы вынуждены признать, что мы получаем травмы. Не без этого. Но, тем не менее, раздел «Дзюхо» – это та практика, которая изучает броски, элементы удержания, полевые и тому подобные вещи. И третий раздел, которым мы занимаемся в своей практике, называется «Сейхо». Это восстановительная практика, когда мы используем для наращивания нашего потенциала так называемые БАТ, биологически активные точки, воздействие на них. И плюс специальный массаж, который так и называется «Сейхо», потому что «хо» переводится как «метод», а «сейт тело» – «телесный метод». Сейчас ребята продемонстрируют вам первый раздел «Го-хо» – жесткая техника в жилетах, так как это отрабатывается на тренировках. На татаме я приглашаю Николая Федорова, Андрея Тоцкого, призеры чемпионатов Европы и Российской Федерации. Прошу. Поддержим ребят. Первая техника называется «Субаме Гаеси». Вторая техника называется «Керри Тэн Сан». Поверьте, это действительно больно, даже с помощью жилета себя защитить иногда сложно. Я вижу, девушка так сделала, вы сегодня будете иметь возможность попробовать. Это же мастер-класс в конце будет. Итак, поблагодарили ребят, спасибо, ребята. Это была техника из раздела «Хо-хо», так называемая жесткая техника. Теперь раздел «Дзю-хо», мягкая техника. Иногда понять, что мы делаем, очень сложно в быстром темпе, поэтому мы решили сделать так. Сначала мы эту технику продемонстрируем вам в лайт-режиме, мягко и медленно. А потом ребята покажут, как это работает на самом деле. Мы сделаем три техники. «Штауке Котенаги», «Уау Кенаги» и «Мороты Маки Готы». Такая у нас задумка сегодня. Такая депутация «Хо-хо». Депутação «Хо-хо!» Ох! «П med». «Уоу, нет» «А не этим». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что вы видите, ребят, для демонстрации техники Дзюхо? В данной демонстрации участвуют не просто наши адепты, среди тех, кто здесь находится Александр Крама, Игорь Титов, Наталья Сотникова, Николай Федоров, другие, и все они были или чемпионами мира, Европы, призерами чемпионатов мира, Европы и Российской Федерации. Поддержим ребят аплодисментами. Три техники Штауке-Котенаге, Увау-Кенаге, Мороте-Маке-Готе. Начинаем. Три техники Штауке-Котенаге. Вечер! Начинаем! Мороте-Маке-Готе. Поблагодарим ребят за это исполнение. Как и в других воинских искусствах Японии, Шерензи-Кэмпо не обошла участь изучение одиночных практик. Я хочу пригласить на середину татами президента Федерации Шерензи-Кэмпо России Александра Сафронова для демонстрации одиночных техник Шерензи-Кэмпо. Поддержим Сашу! Шерензи-Кэмпо России Александра Сафронова Шерензи-Кэмпо России Александра Сафронова Благодарим Сашу! Поддерживаем всю группу и вас, как зрителей. Начался дождь, но я думаю, нас это не испугает. Единственная проблема в скользком покрытии. Не описуйте, как сможем, будем стараться. Все Ринзи Кэмпо – обширная соревновательная практика. Мы соревнуемся и в одиночных формах, и в групповых демонстрациях, и в том, что называется поединке Рандари. Специфической формой соревновательной являются так называемые парные формы Куми Эмбу. Их демонстрируют чемпионы Европы Наталья Сотникова, Игорь Титов. Поддержим ребят. Прошу вас. Куми Эмбу. Куми Эмбу. ИНТРИГУИЕ! ИНТРИГУИ! ИНТРИГУИ! РАДИТ�! РАДИТИСТВЕННАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поблагодарим ребят за их выступление. Друзья, как я уже говорил, все Ринзи Кэмпы это та система, которая включает в себя элементы индийских, китайских и других видов боевых искусств. И, конечно, к нам тоже перешла работа с традиционным оружием. Мы используем короткую палочку, которая называется докуден. Мы используем среднюю палку, неоден. И, конечно, практику в шестом, как в шаолиньском храме, называется это практика щакуджо. Двукратный чемпион Европы, победитель чемпионата в Монако и Италии, призер чемпионата мира в командном зачете в Японии, Александр Крамов. Крамор демонстрирует вам технику щакуджо. Поддержим Сашу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Александру. Как я уже говорил, достаточно разнообразна техника школы Сёрензи Кэмпа. Я вам хочу сказать, что в Японии есть список из семи боевых искусств, которые включены в так называемый список семи драгоценностей боевых искусств Японии. Сёрензи Кэмпа входит в состав этих семи боевых искусств. Почему эта школа стала такой популярной? Потому что её могут применять и практиковать дети, взрослые, люди пожилого, травмированные и так далее. Но в том числе эта практика показывает себя хорошо зарекомендовавшей и в специальных подразделениях, например, в полиции, в силах самообороны Японии. И в практике защиты себя самого при необходимости. Конечно, те техники, которые мы вам демонстрируем, сначала вызывают некоторое удивление, потому что непонятно, что там происходит. Поэтому мы постарались сейчас следующий отрезок сделать так, чтобы вам было понятно, как мы соединяем руки и ноги и как рождается бросок, как мы соединяем практику, например, защиты от ножа и получается бросок и так далее. Я попрошу помочь мне в демонстрации Николая Федорова. Сначала мы сделаем медленную демонстрацию того, как мы соединяем руки и ноги, почему получается бросок. Посмотрите, как это происходит. Ничего сложного нет. Следующая техника. Спокойненько соединяем руки. Теперь быстрая демонстрация. Несколько движений, защиты от ударов. А теперь движений. Аплодисменты! И в нормальный движ. И одна интересная техника. Если у вас есть друзья, которые любят с вами поздороваться и сильно сдавить вашу руку, показавшую силу, делайте так. Смотрите на лицо поле. Смотрите на лицо поле. Спасибо за ваши аплодисменты. Продолжим. Сейчас небольшой переход, чтобы вы немножко разрядили. Мы разрядили обстановку. Поединок поколений. Александр Сафронов, младший. В руку. Александр Сафронов, старший. Жестокая битва в центре татами. Аплодисментами поддержим двух Александров. Голдовы. Шарфон. Нап^^ АПЛОДИСМЕНТЫ Поблагодарим ребят за прекрасное выступление. Давайте дадим несколько минут Александру Сафронову-старшему после этой экзекуции, чтобы он пришел в себя. Итак, мы дали немножко времени Александру-старшему для того, чтобы он пришел в себя после этой экзекуции. И теперь демонстрация. Ребята, татами очень скользкие, будьте аккуратны. Демонстрация так называемых элементов женской самообороны. Вам всем, девочкам, будет интересно. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этом небольшом отрезке технического исполнения приняли участие. Наталья Сотникова, Александр Сафронов, Игорь Китов, Александр Тотский, победители и призеры чемпионатов Европы-России. Поблагодарим ребят. Дадим им несколько минут успокоиться, переодеться. Наш небольшой показ. Мы закончим общим выступлением всей группы. И прошу поддержать нас. Комплекс, который мы покажем, называется небесный комплекс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА